Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите очередной выпуск программы «Кремниевая долина» на Днепре. Программа цикловой, посвященной проблемам и перспективам нашей отечественной науки. Хотя каждому, видимо, сейчас известно, что проблем у украинской науки значительно больше, чем перспектив на сегодняшний день. Тем не менее, мы пытаемся говорить и о том, и о другом. В студии ваш покорный слуга, постоянный ведущий этой программы Андрей Дмитрук. А мой сегодняшний дорогой гость Владимир Николаевич Шелкопляс, доктор геолога минералогических наук, профессор, ведущий, научный сотрудник Института геологических наук, Национальной академии наук Украины. Итак, первый к вам вопрос, Владимир Николаевич, общего характера. Вот, когда-то, знаете, были в моде в 60-е годы песни о геологах. «Держись, геолог», «Крепись, геолог», «Ты ветра и солнца, брат». Ходили экспедиции в тайгу за полярный круг. Вообще, профессия геолога считалась и полезной народному хозяйству, и вместе с тем героической, и романтической. Что такое сейчас геология Украины? В каком она состоянии? Можно ли о наших нынешних геологах петь такие песни? К сожалению, нет. Из-за финансирования урезанного и геологическая служба, и геологическая наука находятся в очень серьезном тяжелом положении. Не хватает денег ни на что. Поэтому многие экспедиции прекратили свою работу. Геологией занимаются в основном сейчас научные учреждения. Вот институт геологических наук и другие родственные институты. Поэтому таких романтических поездок и романтических путешествий, которые были раньше, сейчас уже нет. Просто нет финансовой возможности делать эти дорастающие экспедиции. Ну, это связано, естественно, с общим положением в стране. Ну, и отражается на всем. В том числе на геологии и на науке. Я слышал, что, скоро Вы уже упомянули Ваш институт, я слышал, что и с институтом-то не все в порядке. Хоть он и занимается этими исследованиями, насколько может, вечно, сколько я помню, шла и о сокращении штата, и о сокращении ставок, и о сокращении рабочего времени. Так ли это? Да, к сожалению, так. В настоящее время из-за урезанного финансирования Национальной Академии, ну, естественно, и всех институтов, стал вопрос о коренном сокращении институтов, не только нашего института, и других институтов академических. В том числе и ботаники, археологии, ну и так далее. Вот сейчас в институте геологических наук перед дирекцией стоит дилемма сократить 75 человек. Из? Из 255. Таким образом, остается около 170 человек. Ну, естественно, сокращать будут, вероятно, пожилых ученых, поскольку сокращать молодежь как-то руками поднимется у дирекции. А поскольку наука очень постарела, средний возраст доктора наук, например, в нашем институте 72 года, это далеко пенсионный возраст, и если сократить этих, так сказать, профессоров и докторов наук, то в институте не останется ни ученого совета, не останется, так сказать, заведующих отделами и не останется руководителем научных направлений. Ну, это, естественно, переведет, так сказать, гибели, так сказать, геологической науки. Как будет решаться этот вопрос, трудно сказать. Ну, идея Президиума Академии Наук коренным образом изменить структуры институтов, структуры отделений. Ну, это приводит к тому, что, видимо, не исключен вариант объединения отделов в институтах каких-то, закрытия каких-то направлений и отделений, которые существуют в институтах. Ну, и, вероятно, объединение институтов, поскольку в системе Академии Наук находятся три или четыре даже геологические институты, институты геологического профиля. Около четырех институтов. Ну, это же не только в Киеве. Они, как правило, все в Киеве. Все в Киеве. Да. А отдельный суд во Львове. Вот с Львовским судом это будет пять институтов. Как этот вопрос будет решаться, трудно себе представить. Ну, видимо, это не исключено крупного сокращения. Молодей же останется очень мало. Тем более, что молодежь сейчас в науку не идет. Ну, силы разных причин. Это считается недоходным. Да, небольшие оклады, ограниченные финансовые возможности, поездки, экспедиции и так далее. Многие талантливые сотрудники даже в нашем институте стремятся уехать за рубеж. Вот, в частности, из нашего отдела, которым я когда-то руководил, уже два научных сотрудника уехали в Соединенные Штаты. Очень успешно работают там. Палеонтологи помогают, так сказать, на этих буровых установках решать проблемы добычи нифти. Ну, в общем, перспектив таких радужных я пока не вижу. Видимо, это связано все-таки с недооценкой нашим руководством, научных знаний в нашей стране. Это рано или поздно, конечно, отразится на всей научной и, так сказать, общественной деятельности государства. Ну, я думаю, что это отразится и на состоянии народного хозяйства, и на всех отраслях. На всех отраслях, естественно. Потому что сейчас без наукоемких отраслей и промышленности обойтись абсолютно невозможно. 21 век. Стремительно катимся назад. Я слышал, что и рабочая неделя у вас сокращается. Да, рабочая неделя сократилась у нас до двух-трех рабочих дней в неделю. То есть до десяти дней в месяц практически. И в Академии наук звучит такая идея о том, что те институты, которые работают неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, они не будут финансироваться. То есть такие институты не нужны. А это ставит перед дирекцией института вопрос. Значит, сократите часть сотрудников. Может быть, еще больше сократите. А остальным добавьте зарплату, чтобы они работали полную рабочую неделю. Вот примерно выглядит так. Понятно. Ну, в частности, сегодня этот вопрос будет решаться на нашем отделении наук о Земле. Как это все будет? Трудности представить. Ну, давайте теперь немножко, как говорится, сменим ноту на чуточку более оптимистическую. И скажем так, вот в результате всех этих, скажем так, грустных и печальных событий, что может потерять геология? Вот на каком уровне находится, допустим, сейчас то направление науки, которое вы представляете? Вот изучение антропогена, изучение недавних геологических эпох. Ну, речь идет тут в целом о геологии. Геологическая служба как-то такая. Геология нашего времени, на какой уровень она продвинулась по сравнению с предыдущими периодами? Есть ли что-то принципиально новое? Вот мы знаем, что есть новое там в астрономии, в биологии, в генетике. А что принципиально новое, важное есть в геологии? Открытие. Ну, проблема в том, что геологическая служба сейчас из-за сокращенного финансирования практически перестала функционировать. Было много очень геологических экспедиций мощных, которые занимались разведкой различных полезных ископаемых. Но это сейчас все прекратилось. У нашего института было очень много хозяйственных договоров со многими экспедициями. Сейчас этих, так сказать, возможностей ограничены. Прекратилась геологическая съемка на Украине. Это очень важный момент в исследовании, так сказать, геологической структуры страны. Прекратились экспедиционные работы во многих институтах из-за нехватки средств. Таким образом, геология, как таковая, она сейчас переживает такой вот период деструктивный. То есть, самой геологической службы, которая занимается непосредственными розыском полезных ископаемых, у них возможности очень ограничены. То есть, розыска новых месторождений сейчас нет практически? Нет, практически ведутся, но очень ограничены. В отдельных направлениях. Украина очень богатая различными минеральными ресурсами. Здесь много всяких редких полезных ископаемых. Золото, алмазы. Все это есть, так сказать, в недрах Украины. Но добраться до них, это нужна довольно сложная техника, сложные лабораторные работы, которых сейчас, к сожалению, нет. Скажите, пожалуйста, извините, а вот, скажем, разведанные или хотя бы намеченные запасы того же золота, алмазов, они оккупят расходы на их добычу? В каких количествах это все находится на Украине, предположительно? Ну, например, с золотом. На Украине реальное месторождение золота – Мужуевское месторождение в Закарпатии. Это месторождение очень древнее, и там выбывается и золото, и полиметалл, вернее, добывалось. Крупных таких месторождений золота на Украине мало, и они практически нерентабельные. Сейчас они находятся в таком законсервированном состоянии. Ну, другие полезные ископаемые на Украине – есть медь на Волыне. А в основном все силы брошены сейчас на разработку углеводородов. Это довольно такая прибыльная отрасль. Это топливо. Это топливное хозяйство, да. В общем-то. И поэтому этому уделяется внимание большое в геологической службе и, так сказать, в государственных структурах, которые относятся к этому, к НАКу нефтегаза Украины. Ну, это то, что нас просто в этом плане прижала политическая ситуация. Да, ну, это довольно сложная ситуация. Поскольку крутятся большие гения, это все довольно в таком состоянии непонятном. А где, предположительно, находятся наибольшие запасы углеводородов? Наибольшие запасы у нас есть, можно сказать, три района. Это Днепрово-Донецкая впадина, где бассейн Днепр, рекордин протекает. При Карпатье, ну, и шельф Черного моря. Так, дно. Дно, да. В небольших глубинах. Ну, и глубина до 200 метров. Вот, вначале пытались вести работы на шельфе Черного моря. Так. Но потом это дело все прекратилось. Ну, из-за тех событий, которые там произошли. В основном, добыча нефти и газа идет в Днепрово-Донецкой впадине. Это такой крупный такой регион, где сосредоточены углеводороды. Там ведутся сейчас эти работы. Добывается газ, добывается нефть. Ну, газа Украина добывает своего личного. Газа, примерно, около 20 миллионов тонн в год. Это явно недостаточно. Не достаточно. Для самообеспечения. Да, Украина потребляет где-то около 30 сейчас. В таком сокращенном варианте. А раньше потребляла 40 до 50, когда газ был свободен. Миллионов тонн? Да. Кубометров. Кубометров. Да. Нефти на Украине не много. Тоже в Карпатах, насколько я помню. Еще из рассказов Ивана Франка. Да, он писал об этом. Да, да. Ну, есть нефтяные скважины и Днепрово-Донецкой впадине. Но они такой реальной помощи Украине не оказывают. Это малодебитные скважины. Понятно. Ну, а что касается, допустим, каких-то фундаментальных открытий последних десятилетий, о чем тут можно вспомнить? Допустим, не привязанные к каким-то хозяйственным сиюминутным потребностям, а рассчитанные на, будем выражаться, высокопарно на века, на многие поколения. Есть фундаментальные открытия? Да, есть фундаментальные открытия. В частности, вот большие работы ведутся в области геотектоники. Так, очень интересно. Эти работы затрагивают происхождение котловины Черного моря, образование крымских гор, идея о карпатских, так сказать, строении карпатских гор. Потому что раньше считалось, что карпатские горы – это был своеобразный шарьяш. То есть, вся система горная надвинута на платформу. А, то есть, они появились позже и как бы надвинулись на ранее существовавшую платформу. Да, да. Ну, вот это такие фундаментальные работы. Ну, фундаментальные работы еще в области палеонтологии есть. Вот, вот. Вы этим тоже занимаетесь, да? Да. Потому что есть же отдельный институт палеонтологии. Да, есть палеонтология, а отдельного института у нас нет. У нас есть институт зоологии. А, и отдел там. А, отдел палеонтологии. Отдел палеонтологии при институте зоологии. И в нашем институте много очень специалистов по палеонтологии. Палеонтология – это наука, которая занимается стратеграфией, расчленением геологических толщ, для того, чтобы можно было делать геологические карты и вести всякие… То есть изучением подземных слоев, попросту говоря. Стратос – это слой по-гречески. Для геологических разработок. Это связано и с бурением поисков нефтяных ловушек и газовых. Изучение структуры Днепрово-Донецкой впадин – это довольно сложный такой регион. Изучение структуры Прикарпатия, Закарпатия – это все связано с большими объемами бурения. То есть это как бы такое стратегическое направление работы, изучение геотектоники Украины. Украины, да. Это очень важное направление. И там вот получены довольно фундаментальные и серьезные разработки. Есть целая серия монографий в этой области. Ну если опять же в двух словах, что нового по сравнению с прошлыми годами, скажем, можно сказать об этих разработках. Какие открылись горизонты? Ну, принципиально что-то нового, конечно, нет. Это все, так сказать, разработка, дигитализация известных представлений, которые были раньше. Потому что геологией Украины занималось не одно поколение геологов. В том-то и дело. И работы велись очень серьезные и фундаментальные. Ну вот, академик Бондарчук разработал такую фундаментальную теорию «Тектоэрогиния», которая занимается изучением взаимоотношений горных структур различных во времени и в пространстве. Это довольно сложная работа. «Тектоэрогиния». «Тектоэрогиния», да. Это у него вышла книга такая серьезная. Большие работы сделаны в области геофизики. Особенно вот это в области разломной тектоники. Потому что украинская территория, она разбита довольно сложной системой разломов. Насколько я знаю, извините, даже под Киевом есть разломы. Да, разломы везде есть. А с разломами связаны полезные ископаемые, связанные с разломами, поведение платформенных структур различных, движение земной коры. Это все связано с разломами. Поэтому изучение этих процессов очень важно в различных отраслях хозяйства. А вот насколько серьезные утверждения, которые приходится считать, что через земные разломы излучается некая энергия, подземная, потому, так сказать, это связано с изменением характеристик поверхностных, даже с протеканием жизни над этими разломами. Нет, ну это все, так сказать, область фантазии. Фантазии. Да, конечно. Естественно, разломы – это те области, где так называемые… Что, так сказать, потому и Киев возник, что под ним был такой разлом, питавший позитивной энергией эту местность. Нет? Разломы, конечно, это такие своеобразные явления в природе, но никакой такой какой-то или позитивной, или отрицательной энергии не излучает. А остальное это все, так сказать, фантазирует в силу разных целей. Понятно. Ну вот мы с вами тут вспомнили о том, как родились Карпаты, допустим, как что они надвинулись на ранее существовавший щит. А вот и меня, и многих моих знакомых и друзей, скажем, очень интересует, как родился Днепр. Как возник Днепр, вот как он пришел к своему нынешнему состоянию. Все мы тут дети Днепра, жители его берегов. Да, конечно, интересно это, так сказать, явление в природе было, когда возник Днепр. Днепр возник где-то примерно около миллиона лет тому назад. К этому времени исчезли так называемые моря Тетиса. Большой водный массив, не массив, вернее, а большая водная территория залита вот этими морями Мирового океана, которые со временем начали сокращаться. И когда эти моря Тетиса ушли, то на Украине образовалась вот такая громаднейшая болотистая территория с жарким климатом. И начала зарождаться гидографическая система. Это где-то миллион лет назад, да? Да, это примерно миллион лет тому, да. Начало четвертичного периода. Так, так, так. Вот с этого времени идет, так сказать, история Днепра. Днепр сформировался в этой области, естественно, в силу различных причин, начал формировать свою речную долину. Ну, как все реки. Пробивать все путь, так сказать. То есть ручьи, потоки сливались в реку? Да. Начало Днепр берет среднерусской возвышенности на Валдае, ну и протекает по Украине. Русло Днепра, оно, честно, связано с так называемым базисом Розис, то есть уровнем того, куда он впадает. А Днепр впадает известно в Черное море. И вот в зависимости от колебаний уровня Черного моря увеличивалась резионная деятельность Днепра. В это время, когда увеличилась резионная деятельность Днепра, происходит формированный террас, то есть днеп формирует свою речную долину. Он разливается как-то, поднимается и разливается. Не разливается, а русло Днепра мигрирует по широкой долине, врезается, так сказать, в свое дно и формирует долину. Террасы эти. Потом отступает, обменяет положение. Да, обменяет положение, врезается глубже. И эта терраса поднимается вверх в силу неотектонических движений, потому что земная кора надвигается. Нестабильная такая. И формируется терраса. И вот в Днепре таких террас насчитывается четыре. Три из них хорошо выражены в рельефе, а четвертая терраса уже устанавливается по наличию различных днепровских этих олигальных отложений, так называемых. И когда он приобрел более-менее современный вид, ну, скажем так, тот вид, который он имел до появления водохранилища. Времен Киевской Руси, допустим. Да, в Киевской Руси Днепр был уже такой сформированной речной мощной системой. Это период Голоцена, это последние 10 тысяч лет. Он сформировался до вот этих водохранилищ, которые сейчас его практически нарушили в истоке. И уже Днепр, как такая сплошная река, не существует. Это примерно после материковых оледенений Днепр начал формироваться как крупная речная сеть. Но ледник как-то повлиял на его формирование, насколько я понимаю. Ну, ледник... Который двигался с севера. С севера, да. Он закрывался у Днепровской долины, когда был ледник Днепровский. Ну, примерно 250 тысяч лет, 270 тысяч лет назад. Долины Днепра не было. Это был мощный ледниковый щит, который покрывал практически всю Украину. И Днепр сформировался только тогда, когда отступил ледник. И тогда начали формироваться уже террасы, на которых на этих террасах, эти террасы врезались в эти ледниковые так называемые маренные отложения. То есть то, что с собой принес ледник, песок, глыбы. Он отложил все это дело. А потом Днепр, когда формировался, он пропилил все это дело и сформировал вот эту Днепровскую террасу. Окончательно уже закончилось формирование после ледника. Да, она поднялась и она где-то на уровне 30-40 метров, может быть, над руслом реки. Так. Ну, Днепр постепенно формировал свою долину. А формирование Днепр зависит от колебания уровня моря. Ну да, мы об этом говорили уже. Пропускалось, вот, например, в начале четвертичного периода, так называемый Чао детский период, уровень моря был на 100 метров ниже современного. Ниже? Ниже, да. Оно было меньшими размерами, фактически. Оно было практически озеро. Типа Аральского моря. Да. У него не было связи с Мировым океаном и так далее. Ну, Днепр, естественно, впадал в этот бассейн и энергично формировал свое русло. Пробилил, да. Прорезал. Потому что было, так сказать, усиленное течение. Ну, так примерно это происходило на протяжении всей истории Днепра. Интересно. Колебания моря. Уровень Днепра поднимается, море поднимается. Соответственно, и река поднимается. Да, и река, естественно, у него эрозионные процессы. Становится спокойнее. Успокойнее. Успокаивается. Море опускается, Днепр превращается в каскад и выгрызает себе канал. Выгрызает себе русло. Ну, вот эти Днепровские порои знаменитые. Да, 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 кстати. Днепр прорезал эти порои. Во время опускания уровня моря, да? Была более интенсивная эрозия. И они, так сказать, возникли там. А потом они, конечно, уже были залиты морем. Ну, ясно. Но это уже, как говорится, другая история. Это уже история цивилизации. Ну, слушайте, очень интересно то, что вот земля, которую всегда считали, и большинство народу считают чем-то твердым, незыблемым. Вот даже есть латинское выражение террафирма, твердая земля. Оказывается, это удивительно живой, дышащий организм. Это живой организм, да. Который все время... Который все время... Формирует горные системы, меняет облик планеты. И это все происходит вот буквально даже сейчас. Всякие мощные землетрясения, которые были в Гималаях. Это Эверест, например, поднялся на 4 сантиметра после... Эверест стал выше на 4 сантиметра. Потому что вот эта плита индийская надвинулась на континентальную плиту. Привела к такому мощному... Мощной разгрузке энергии. Это все привело к изнутри всей... Вы знаете, когда-то на меня произвело колоссальное впечатление, когда я прочел очень образное описание, как полуостров Виндостан, вот подобно гигантскому авианосцу, двигался по океану и врезался в южный берег Азии. При этом взгромоздились складки Гималая. Да, да. Потрясающий образ. Но это по времени происходил очень длительный период. Это миллионы лет происходило. Все это делается очень медленно. Если это происходило быстро, то мы бы тут не усидели на таком месте. Еще за миллионы лет. И вот эти вот плиты, которые двигаются, они, так сказать, вот океанидская плита ныряет под континентальную плиту. И вот на некоторых случаях океанидская плита наползает на континентальную плиту. И такое бывает? Да. Оказывается сверху? Да. Это очень часто бывает. Например, когда я работал на Памире в тресе аэрогеологии, то на больших высотах примерно где-то 4-5 километров мы находили морские отложения. Ракушки, моллюсков и так далее. Потому что вот это то, что раньше было дном, в результате тектонических процессов, они были подняты на большую высоту. То же самое и в Гималаях. Тоже находили, да? Нет, есть, я там не находил. А в Гималаях тоже на больших высотах есть морские отложения. Уже, конечно, они не в буквальном таком понимании, а они метаморфизированные, плотные, уплотненные, смятые и так далее. Благодаря этим раковинам, которые, кстати, находят и в Андахе, и в Кордильерах, в свое время церковь обосновывала тезис о всемирном потопе. Что, дескать, вся земная поверхность была морским дном. Да, но этому вопросу уделяется очень много внимания, и довольно интересные работы проведены по своему времени. Ну что же, Владимир Николаевич, вот именно на теме о переменах, о неизбежно идущих переменах, давайте мы с вами закончим нашу сегодняшнюю беседу, надеюсь, не последнюю, и будем надеяться, что перемены, которые последуют после сегодняшнего дня, после нынешнего тяжелого и во многом несправедливого к науке и к ученым времени, что эти перемены будут не столь долгими, как движение материковых плит, что они займут не миллионы лет, а какое-то обозримое время, и мы с вами еще его увидим, и что это будут, конечно, перемены к лучшему. Давайте надеяться, что нам еще остается. Надежда умирает последней. Да, что я говорю всем своим знакомым Надям, что Надежда умирает последней. Напоминаю нашим зрителям, что они смотрели очередной выпуск программы «Кремниевая Адерина на Днепре», что моим гостем был Владимир Николаевич Шелкопляс, доктор геолога минералогических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института геологических наук Национальной Академии Наук Украины. Всего вам доброго, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok